Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Сегодня, как и всегда, мы расскажем вам о четырех новых играх и ответим на ваши вопросы по прохождению. Так что устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня! День Победы 3. Настоящий подарок всем любителям глобальных стратегий. Здесь смоделированы даже самые мелкие аспекты управления государством в военное время. Эртис Колони. Классический тайкун. Тяготы и лишения жизни хипующих артистов предстанут перед вами во всей красе. Де Паф. Странная альтернативная история про красную шапочку. Здесь нельзя умереть, но можно заблудиться. Первый симулятор блуждания по лесу. Девинити 2. Эго Дрэконис. Проект для тех, кто соскучился по хорошим ролевым играм. Эта игра заслуживает вашего внимания. День Победы 3. Это такая брутальная стратегия в реальном времени, которая требует к себе, ну, очень внимательного отношения. Играть в нее можно годами и каждый раз открывать новые тонкости и хитрости. Кроме того, это отличный шанс вникнуть во все подробности Второй мировой войны и даже изменить некоторые исторические события. День Победы 3. Глобальная стратегия, которая стартует в 1936 году, а заканчивается в 1948. За этот, казалось бы, небольшой промежуток времени нам предстоит сделать много важных вещей. А именно, выбрать и возглавить одну из стран, подготовить тылы, наладить дипломатические отношения и привести свое государство к победе. Сюжет при этом может развиваться самым неожиданным образом, хотя разработчики не забыли заскриптовать основные события из настоящей истории. При первом знакомстве с игрой День Победы 3 глаза натурально разбегаются от обилия возможностей. Короткий игровой срок здесь компенсируется очень детальной проработкой. Заниматься предстоит буквально всеми аспектами государственной жизни. Что-то поначалу, конечно же, можно скинуть на плечи компьютерных помощников, но увлекаться этим все-таки не стоит. Потеряйте половину удовольствия от игры. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,8 ГГц. 1 ГБ оперативный и 128 ГБ видеопамяти. На жестком диске игра День Победы 3 займет 2 ГБ. Грамотный управленец обязательно с умом распределит министерские посты. У каждого политика есть определенные бонусы, которые нужно подбирать с учетом ситуации. Следующий шаг – отношения с другими государствами. Без союзников в крупной войне делать нечего. Отношения между странами в игре основываются на принадлежности к определенному политическому лагерю. И можно постараться подтолкнуть парку с вас на нашу сторону силы. В политической игре не стоит забывать и про спецслужбы. От их действий и успешности вне победы зависит очень многое. Пятерка за геймплей. Стоит ли говорить, что картинка в подобной игре – далеко не самое главное. Графика аскетична, однако разработчики создали очень неплохой интерфейс, который содержит практически всю нужную игроку информацию и позволяет удобно ее использовать. Кроме того, все иконки, менюшки и юниты выдержаны в едином стиле, что делает игровой процесс еще более приятным. Пятерка за внешний вид. Звук для стратегии очень важен, особенно музыка. Когда вы по несколько часов в день проводите за подобной игрой, ее атмосфера вас либо затягивает, либо нет. И в этом большую роль играет именно музыкальное сопровождение. В игре День Победы 3 с фоновыми композициями полный порядок. Они не наскучивают и не отвлекают игрока от управления государством. День Победы 3 День Победы 3 – настоящий подарок всем любителям глобальных стратегий. Игры со столь детальной проработкой выходят очень редко. А здесь смоделированы даже самые мелкие аспекты управления государством в военное время. Наслаждайтесь. Пятерку получает сегодня игра День Победы 3. День Победы 3 – проект по-настоящему серьезный. Хотя лично мне приходится себя заставлять разбираться в подобной игре. Потом, конечно, все мои усилия вознаграждаются. И я с удовольствием рву противников на части. Вопрос. В окне шпионажа в левом верхнем углу есть индикатор. Никак не могу понять, на что он влияет. Отвечаем. Скорее всего, вы имеете в виду индикатор партизанской активности. Он показывает, как сильно вас ненавидят в провинциях, оккупированных вашими войсками. Чем выше этот показатель, тем сильнее будет партизанское движение. Вопрос. А как влияет ландшафт на передвижение и ведение боевых действий? Отвечаем. Реки – водная преграда, представляет собой препятствие и мешает как передвижению войск, так и ведению боевых действий. Если к дивизии приписана инженерная бригада, это существенно облегчает выполнение задач. Морская пехота испытывает меньшее затруднение, чем обычные войска. Аналогичные трудности вызывают и другие виды ландшафта. Вопрос. А зачем в игре нужны показатели температуры воздуха и атмосферного давления? Отвечаем. Знание температуры поможет вам предсказать вероятность выпадания снега или наступление весенней распутицы. Атмосферное давление влияет на перемещение атмосферных фронтов и определяет погоду в регионе на ближайшее время. Новая разработка студии iPlay, о которой мы расскажем сегодня, всецело посвящена непростой жизни свободных художников. Встречайте, экономический симулятор Artist Colony. Artist Colony – классический тайкун в лучших традициях жанра. Однако тут даже есть сюжет. Игра начинается с того, что двое начинающих артистов забредают в разрушенный город и собираются основать новую колонию под флагами культуры и искусства. Что удивительно, у них это даже получается. Через какое-то время они находят подружек – скульптора и танцовщицу, и дела идут на лап. А после того, как к ним присоединяется психонутый фотограф, деньги льются рекой. Одним словом, если вы в свое время резали с Транспорт Тайкун и Фим Хоспитал, эта игра определенно для вас. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео и 700 МБ на жестком диске. Игровой процесс серти-сколони немного отличается от хрестоматийных канонов экономических стратегий. Здесь вам не придется решать макроэкономические задачи. Все время вы будете тратить на то, чтобы полить вон тот цветник и отремонтировать столовую. Основным средством дохода являются продукты творчества ваших водопечных. Скажем, чем лучше рисует вон тот парень, тем больше долларов появляется на вашем счете. Несмотря на кажущуюся монотонность, игра не надоедает. В этом и состоит ее главная прелесть. Наша оценка геймплея 5 баллов. Выглядит игра достаточно мило. Естественно, речь тут не идет о пиксель-шейдерах третьего поколения или о каких-то голливудских спецэффектах. Графику можно охарактеризовать как самодостаточную. Добавить бы немного стеба и получилось бы супер. Но в целом на игру смотреть приятно. Наша оценка графического оформления 4 балла. Звучит Эрти Сколони на четверочку. Не то, чтобы все плохо, но чего-то не хватает. Возможно, дело в занудном саундтреке, потому что к спецэффектам и речи нет никаких нареканий. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok. Следующий вопрос. У моих персонажей постоянно портится настроение, и они отказываются творить. Что делать? Отвечаем. Первонаперво вам нужно следить за тем, чтобы артисты были накормлены и выспавшиеся. К тому же не стоит их постоянно нагружать тяжелой работой. Но главным источником вдохновения для них является отнюдь непраздная жизнь. Время от времени на территории городка появляются фиолетовые цветы. Как только скучающего артиста вы перенесете к такому цветку, настроение его достигнет апогея, и он наконец-то решится на очередное произведение искусства. Следующий вопрос. Я хочу проапгрейдить фотостудию. Уже накопил достаточный денег, но кнопка апгрейда все равно неактивна. Как мне это сделать? Отвечаем. Помимо денег и картин для апгрейда вам понадобится в штате два квалифицированных фотографа. У каждого персонажа есть два навыка – основной и второстепенной. Найдите того, кто тоже радеет к фотографиям, и как только вы прокачаете его до третьего уровня, сможете сделать апгрейд. Смотрите далее. Девинити-2 Эго Дрэконис – проект для тех, кто соскучился по хорошим ролевым играм. Эта игра заслуживает вашего внимания. Де Пап – странная альтернативная история про красную шапочку. Здесь нельзя умереть, но можно заблудиться. Первый симулятор блуждания по лесу. Девушки отдыхают. 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 История про красную шапочку Здесь нельзя умереть, но можно заблудиться Первый симулятор блуждания по лесу Дивинити 2 Эго Дрэконис Проект для тех, кто соскучился по хорошим ролевым играм Эта игра заслуживает вашего внимания The Path это нечто странное, психоделическое и местами очень страшное В этом проекте нам предстоит вжиться в роль маленькой девочки Исследовать темный лес в поисках любимой бабушки Все это отдаленно напоминает альтернативную историю на тему красной шапочки Только с куда более извращенными фантазиями В зависимости от того, как вы понимаете понятие геймплей The Path можно считать игрой или же каким-то неопределенным интерактивным произведением Ее создатели, бельгийцы Tale of Tales, в равных пропорциях смешивают в ней два своих прошлых проекта The Endless Forest и The Graveyard В первом мы оленям резвились в волшебном лесу, катались по траве И били копытом вместе с другими такими же оленями со всего света Во втором вели пожилую женщину по кладбищу В постоянном ожидании, что она с минуты на минуту присоединится к молчаливым обитателям этого мрачного места В наследство от The Endless Forest игре достался волшебный лес Бесконечный, но не залитый солнцем, а погруженный во мрак Старушка из The Graveyard также оставила свой след Каждая из шестерых девчонок идет по лесу той же неспешной походкой, что и та самая бабушка Системный требований к игре следующие Процессор, работающий на частоте 2,5 ГГц 2 ГБ оперативные и 256 МБ видеопамяти На жестком диске игра The Path займет 500 МБ В самом начале игры нам предлагают выбрать одну из шести девочек для скитаний по лесу Затем перед нами встает выборок, как идти Прямо по тропинке или же через лес, где девушку поджидают ее суженый, волк Никто не погонится за вами, не будет стелс-миссий в кустах, даже загадок и тех нет The Path это буквально симулятор блужданий по лесу Конечных целей две Встретиться с волком и добраться до бабушкиного дома И при этом не сойти с ума Здесь каждая встреча, каждая деталь непременно несут в себе скрытый смысл Понять который нам и предлагают авторы этого проекта Четверка за геймплей Выглядит The Path завораживающе Жуткий лес манит Момент входа в чаще оформлен с некой изюминкой Мгновенно изменяется музыка Краски мира выцветают Игра великолепно генерирует панику заблудившегося человека Вы всего на несколько шагов отошли от тропы, но уже дезориентированы Не можете понять, где находитесь Даже зная, что в игре нет никаких монстров и вообще врагов Вы будете вздрагивать от каждого куста Вам начнут мерещиться чудовища, которые наверняка поджидают где-то там, в Чищеве Четверка за графическое оформление и оригинальный подход к нему Музыка, созданная для этой игры, это нечто мистическое Очень странное и запоминающееся Вип-пап напичканное различными звуковыми вставками Отрывки голосов, звон металлических предметов Скрипы непонятного происхождения Все это идеально передает атмосферу этой игры И держит нас до самого конца в ежевых рукавицах Пятерка за музыкальное сопровождение Тейл оф Тейлс намеренно вводит нас в заблуждение Им нужно, чтобы игроки почувствовали, что они нарушают правила С тропы надо свернуть И здесь начинается бесконечный лес Бесконечный потому, что он натурально зациклен У него нет конца В случайном порядке там разбросаны странные объекты Пенек с воткнутым ножом Старая ванна Двуголовый плюшевый мишка Каждая из девушек по-своему реагирует на них Мысли шапочек мы узнаем при помощи субтитров Общая оценка игры 4 балла В самом начале игры The Pass всячески пугает нас своей нагнетающей атмосферой За спиной постоянно слышится шепот Перед глазами мелькают непонятные отрывки Все это хорошо и страшно Но под конец игры к таким ненормальным фантазиям Потихоньку, но привыкаешь Как не сойти с ума Блуждая в этом страшном мире Вам помогут наши ответы на ваши вопросы по прохождению игры The Pass Вопрос Подскажите, как найти скрытые комнаты в доме у бабушки? Отвечаем Чтобы открыть секретные помещения в доме любимой бабушки Вам необходимо собрать нужные предметы по пути Причем у каждой героини они свои Следующий вопрос Помогите Я прошел уже все Даже побывал в двух секретных комнатах А вот волка так и не встретил Играю я за кармой Отвечаем Вам нужно найти лесоруба И посидеть около костра около двух минут Встреча с волком обеспечена Следующий вопрос Я совсем заблудился Не могу найти тропинку Что мне делать? Отвечаем В этом вам поможет девочка в белом платье Следуйте за ней И она выведет вас к тропе Дайвинити 2 Эго Драконис Возвращает игрока в мир Ривелон Война ураганом пролетевшая по его землям Уничтожила множество городов И унесла жизни многих людей Но катастрофа может повториться Древний демон явился в Ривелон И вместе с ним в мир вернулось зло Следует отметить, что 6 лет назад Когда малоизвестная бельгийская студия Лэриан Выпустила Дивайн Дивинити Игру приняли за хромоноги Дьявлоклон Но чуть позже выяснилось Что контента в ней зашито столько Что своему более именитому собрату По жанру она мало чем уступает Тогда бельгийцев обвешали наградами Все профильные издания Сюжет игры продолжает историю Рассказанную в первой части Событие также происходит в уже знакомом мире Ривелон Как мы помним, в прошлом Этот мир стерпел огромное количество войн Разработчики предлагают нам с вами Сыграть за простенького охотника Который живет в этом мире И освобождает его от всем надоевших драконов Кроме того, нам приготовили еще Несколько десятков всевозможных существ С которыми мы столкнемся Во время нелегкого путешествия Рекомендуемые системные требования Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц 2 ГБ оперативной памяти И 512 МБ видео А также 10 ГБ на жестком диске Главным козырем первой части Дивинити Была ее феноменальная вариативность Один и тот же квест распадался на десятки вариантов А те, в свою очередь, порождали другие задачи и так далее Во второй части этот принцип не только сохранили Но и приумножили Тут каждый персонаж связан десятками невидимых нитей с другими И любое действие имеет не односложные А многоступенчатые последствия А главный герой умеет превращаться в дракона За столь короткое время Очень сложно подробно рассказать об этой игре Поэтому мы просто ограничимся Уверенной четверкой за игровой процесс Внешне игра производит неожиданно приятное впечатление Окружающий мир очень красивый А персонажи поражают своим разнообразием И подробной прорисовкой Также радуют и визуальные спецэффекты Но при всем этом, когда начинаешь приглядываться к деталям Обнаруживаются недостатки Для кого-то серьезно, для других не очень Мы не хотим сильно придираться к внешнему виду игры Но поставим всего 3 балла Звуковое сопровождение также хорошее Спецэффекты и музыка приятны на слух А работа актеров о звучании заслуживает отдельной похвалы Мы ставим 4 балла за звук А вам предлагаем прослушать небольшой фрагмент из игры Чтобы вы сами смогли оценить озвучку Субтитры создавал DimaTorzok Девинити 2 Эго Дреконис проект для тех, кто соскучился по хорошим ролевым играм Недостатки у игры есть и часть из них существенные Но тем не менее, эта игра заслуживает внимания игроков Наша общая оценка 4 балла Девинити 2 Эго Дреконис это продолжение популярной экшен-РПГ Вас ждут очень красивый мир, длительные путешествия и захватывающие сражения Мы искренне советуем вам поиграть в эту игру и получить массу удовольствия Со своей стороны поможем с прохождением прямо сейчас Первый вопрос Подскажите, пожалуйста, как убить дракона? Отвечаем Для того, чтобы расправиться с драконом Вам понадобятся три вещи Книга, чешуя и кровь Для этого вам нужно сходить в круглую комнату с несколькими другими помещениями И все их осмотреть В одной из комнат вы увидите немного торчащую клипу Щелкните по ней и сможете найти емкость с кровью В еще одном помещении вы найдете ключ, в котором можно открыть замок на первом этаже В котором, в свою очередь, лежит необходимая вам книга После этого вам нужно поговорить с драконом Затем скорее бегите через мост, там будет чешуя Следующий вопрос Помогите мне найти книги Никак не могу понять, как их искать Помогаем Все необходимые вам книжки находятся в таберне Но что интересно, отыскать их вы сможете только в определенном порядке Вначале загляните на третий этаж, в запертую комнату Затем на первый этаж и посмотрите на барные стойки Третью книгу можно найти на втором этаже, около охотника И, наконец, четвертая книга, на первом этаже, в камине И напоследок, маленький совет Когда вы найдете зеленый камень, не торопитесь его отдавать священнику Обязательно используйте его сами На сегодня, думаю, хватит Меня зовут профессор Пуданс Это был Фак Кстати, на ВАП-сайте канала Муз-ТВ появился мой личный блог Заходите и задавайте вопросы Будем общаться ВАП.Муздефиз.ТВ.РУ Я всегда в твоем мобильном И присылайте мне свои вопросы на адрес FAQ.Собака.Муздефиз.ТВ.РУ Мы обязательно все посмотрим И ответим на ваши письма До скорого